Снова всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Джек, и мы с вами в очень плохой ситуации. При 6 сыгранных матчах мы проиграли 4, 1 цвели в ничью и 1 выиграли. И у нас всего лишь 4 очка, у нас осталось 4 игры, это значит, что... Мне, кстати, прогнозируют, что 8 очков наберу, интересно как. То есть я типа 4 матча сыграю в ничью, или что? Как игра это просчитала? Ну, в общем, нам нужно 3 победы, 3 победы, чтобы остаться в этом дивизионе. И я, конечно, очень постараюсь, но не удивляйтесь, если мы этих 3 побед не добьемся. Так, скажи сильнее, ну кто? Ну для порта... Блин, защитник неплохо играет. Просто команда соперников сильнее, чем у нас. Последние 2, там вообще почти все были просто легендарные игроки. Тоти, 97 рейтинг, 95, против которых особо ничего не сделаешь. Ну, я столько сильно не повезет, как в первом матче прошлой серии. Где мы 4 мяча забили за полчаса. И Месут Азил сделал хитрик. То есть если бы я вам сказал перед этой серией, что, ребят... Какие ваши ставки на то, что Азил сделает хитрик в первые полчаса игры? Кто бы из вас, вот честно, поставил бы на это? Я думаю, процентов 5. И то чисто... Ну, блин, раз есть такой вариант, наверное... Наверное, что такое там произошло. Так, Жиру, Фернандини, как у меня. Ага, Мозес, Рамос, Атаменди. Роналд, Виллиан, Казанира. Ну, тут хотя бы опорники есть. А это значит еще хуже для нас. Руйкош, это в центре. Ну, поглядим. Кстати, интересно, у этого Жиру какие статы? Монгаля хорошо, Абамиян! Проткнул просто. Шикарный розыгрыш, штрафного 1-0. Мы выходим вперед. Монгаля навесил на Абамиян. Оп, и вратариста не ожидал такого. И Роналду потрясающий гол забивает. 1-1. Так, Мхитарян не спал. И, кстати, без рикошета, без всего, просто в пятку, в касание. Вот мне бы тех, Шиан, я бы тоже как делал. 1-1. Пас на Абамиянга, и должен быть гол. Хорош. 2-2. Просто Фернандини сделал этот мяч. Я очень рад тому, что Абамиян действительно у нас забивает. Что он действительно тот игрок, которому можно отдать пас. Почти в любой ситуации. Ты знаешь, что... Ну, либо очень уж опасный момент будет, да, и вот так, как там, вратарит объет, будет угловой. Либо на аут как-то мяч летит. Либо он забьет просто. Я думаю, что хорошая мяча, как у Клорода. Так, Эндерсон не спал. Я бы выпустил КэйТэ, но он тоже устал. Так что... Ну, я думаю, Хианачо отправится на хлам. Да, мной отправится. Кого я менял еще? Фермина. Ну, окей, Фермина был хрёв. А кто третий? Почему необычный термин? Потому что... КэйТэ так тяжелый. Конечно, я уже забыл. 2-2. Нам бы очень нужна была победа. Мы, конечно, можем один матч сыграть ничью, или там, проиграть его, и у нас останется прям 3 из 3, надо будет проигрывать. Ну, понимаешь, что тяжело, но надо постараться. У Роналду просто ко всех защитников прибегают. То есть, тут старайся, не старайся, он как нож сквозь масло. И Роналду забивает. Криво. А я только хотел пошутить, потому что он Промисо выпустил, что если у тебя есть в команде Роналду, то ты еще не знаешь, что ты выиграешь, выпуская Промисо. Она мне отзабила Роналду. 3-2. 2-4 я уже не оборонялся. Вот так, как просто стоял. Ну, неужели. Да, единственный пас, который тебе нужно отдать точно, твой игрок отдает прямо в ноги сопернику, в общем, самому сильному игроку, ну, я не знаю, если смысл дальше играть. С другой стороны, хорошо, что сейчас будет второй матч в этой серии, и в нем все решится. Ну, полностью заслуженное поражение, я считаю. Почти 20 ударов. Ну, блин, хотя, с другой стороны, у всех, вот, у кого по 20 ударов, ближе к 20, это все удары за километры, 500 тысяч там метров, реально, мяч на лету летит, он к Роналду там с разворота через 6 защитников бьет, и типа мяч, это как бы, ну, дальше засчитывается, что летит, и в итоге вот таких ударов набирается по 20 штук. Но тогда бы, если бы это были нормальные удары, реально клевые, с нужных позиций, то он бы и выигрывал не 4-2, а 8-0. Так что, дело такое, ну, что, Хендерсон, я даже не знаю, что менять, то есть, меня все устраивает в этой команде. Проблема только в том, что команда не выигрывает. хотя бы к 7-ми быстрее. Что ж, матч, который все решит, если мы сейчас проигрываем, или играем в ничью, мы вылетаем, и дальше у нас уже даже шансов нет, в третьем диве остаться. Ну что ж, возможно, финальный наш соперник в этом дивизионе, хотя бы состав более-менее играбельный. И Хендерсон, наш любимый Хендерсон с военном руне в основе у него. Но Ореро окей, более-менее защитный игрок. Хендерсон опорник, но вот Дебрюэн и там. Хотя с другой стороны он сможет разгонять атаки, с мячом выбегать вперед. И самый главный матч этого дивизиона начался. Нам нужна только победа. Мису Дозил забивает 1-0. Красавчик просто. Шикарный гол. Хендерсон ушел с мячом, отдал ему пас. В итоге Озил прыгал, когда забивал гол. Я впервые такое вижу в игре. Я забивал, когда у меня игроки падали, когда мяч в ворота прям летал. Или просто лежали, но вот чтобы прыгали. Чувствую. Первый раз. Вот. Хендерсон протащил мяч, соперник просто ждал, пока буду пас отдавать. В итоге я его отдал. Никуда, когда он, видимо, думал. Возил, забил шикарным ударом. Мне нравится, что Азин стал забивать. Хотя он какой-то не бомбардир. Абамиянг на Сане, а в сады нет. Сане. Передача. Китарян. Зачем-то падал и не смог забить пустые. Надеюсь, нам это не аукнется. Харт. Передача на Абамиянга. Мяч между ног и Курта пролетает. Ну, Харт чуть не стал автором голевой. Китар Круни. Удар. К стенку. Но Рикошет, естественно. К стенку мяч куда отлетит. Правильно. Или она? Какой пас хороший, на Китаряна прошел. Передача дальше. Китарян! Касание надо было. Только так забивать. 2-0. Хорош. Так, ребят, теперь главное не пропускать. Не пропускать. Какой пас туда прошел. Я же не знаю, кто его отдал. По-моему, Сане вроде бы. Помогу на Бампанге. Снова Асил с мячом. Удар. Прям в руки Куртуа. Хотя ФНСом точно так же в дальний угол. Китарян на Абамиянга. Пас назад и... Есть у Козьио. 3-0. Так, контроль мяча это еще не победа. Главное, сколько ты мячей забьешь. Найзи, хорош. Могешь, кстати, там дальше мяч отдавать на Сане. Так, а у него Жулиано и Фермино вышли. Просто если ты за 90 минут матча забиваешь 0 голов, то на какую победу можно надеяться. Ой, какой пас хороший. И сейф. Но правда мяч опять отлетел. К сопернику... Ну, Хард хорош. Дебрёйна. Забивает, наконец-то. Ну вот, 3 момента у него было. Один гол из этого извлек. Счастья для нас этого мало, чтобы победить. Все, победа. Ну что ж, мы оставляем себе шансы на пребывание в 3-м дивизионе. Зарабатываем уже 7 очков здесь. И остается две игры. Надо выигрывать обе. И только тогда мы сможем дальше играть в 3-м дивизионе. Только по новой. Ой, не знаю, что из этого выйдет. Два матча из двух надо выиграть. Следующая серия будет очень интересной. Надеюсь. Главное, в первом матче выиграть, чтобы вся интрига еще осталась. А то если я первый проиграю, то все, типа, новый дивизион. В общем, четвертый. И все по новой. Ну ладно, поглядим, что будет как. С вами был Джек. Спасибо большое за просмотр. Увидимся и счастливо. Не забывайте заходить в магазин jdui.com. Теперь после покупки вы получите 3% себе на кошелек обратно, используя кодовое слово «Джек». Первая ссылка в описании. Субтитры сделал DimaTorzok